«Если б я владел обеими руками, клянусь спасением души, уже б давно, любезный гость, я вышвырнул вас в окно!» Это последняя пьеса Жана Франсуара Ньяра. Написал её французский драматург в 1707 году. Отмечу пьеса в стихах. Действие происходит в парижском доме хилого старца Жеронта. Бесчисленная родня ждёт его кончины, чтобы завладеть наследством. Но умирать старик не торопится. Напротив, готов жениться на юной красавице Изабелле, перейдя дорогу влюблённому в неё Эрасту, своему племяннику. Эраст с помощью слуг затевает интригу против дяди. Любовь или богатство, честь или плутавство, абсурд или здравый смысл, что победит и кто станет единственным наследником Скряги. Об этом и поведают актёры нового театра Сочи. Главную роль в спектакле играет Ростислав Дубинский. Выпускник школы-студии МХАТ, игравший в разных театрах Москвы, теперь живёт в Сочи. Театру Ростислав Михайлович отдал 48 лет жизни. Себя он считает больше комиком, поэтому и сочинскому зрителю готов дарить лишь позитив. Всё то доброе, всё то хорошее, всё то красивое и интеллигентное, что люди могут получить, приходя в театр и приводя своих детей, наше будущее поколение. Я уверен в этом, уверен просто на 150%, что мы, артисты нового театра Сочи, постараемся дать, постараемся сделать. И если нам хоть немножко это удастся, я думаю, что вот в этом и есть наша какая-то, простите за такое громкое слово, ну, небольшая миссия, наверное. Искрящаяся весельем и юмором комедия «Единственный наследник» будет интересна и пожилым людям, и подросткам, и опытным театралам, и неискушённому зрителю. История, написанная учеником Мольера, не потеряла актуальности и сегодня отмечает руководитель театра. К слову, он тоже выпускник школы-студии МХАТ. Всё меняется в этом мире, кроме людей и их отношений. А что нам важно? Важно найти понимание и сопереживание зрителя. Важно, чтобы это откликалось сейчас и здесь. Главный критерий театрального творчества – это когда живые люди разговаривают с живыми людьми. Они получают эмоциональное удовольствие и какую-то разгрузку, и пищу для ума, естественно. В наше такое непростое время прийти и послушать стихотворный текст, во-первых, а не просто бытовую речь. Это уже приятно. Актерский состав – самый что ни на есть профессиональный. Вся труппа, которая состоит из 12 человек с высшим театральным образованием. Есть среди них и сочинцы. В планах руководства – привлечь в театры звезд экрана. Согласие на сотрудничество уже дали Гоша Куценко, Денис Никифоров, известный по сериалу «Молодежка». Сыграть в спектакле театра Сочи пообещал и Ярослав Бойко, известный актер театра и кино. А вот Игоря Верника в Сочи пригласит его старший брат Ростислав Дубинский. Пока же муниципальный театр готовит премьеру. Состоится она 21 сентября в Малом театральном зале концертного зала фестивальной.